Привет, Настя. Привет, Саш. Я на самом деле очень-очень-очень сильно рад тебя здесь видеть на этом подкасте, на этом реалити и на том, что твоя идея действительно реализована. Да, кайф. Кайф. Вообще, расскажи, пожалуйста, как тебе пришла идея про реалити, что ты хотела в нее вложить, какой определенный смысл и, соответственно, что получить по итогу? А получилось так, что в какой-то момент я поняла, что просто создавать онлайн-продукты – это уже неинтересно. Но это интересно до какой-то поры до времени, когда у тебя есть сложности с тем, чтобы привлечь новых клиентов, ты не можешь запустить большую группу. А когда ты понимаешь, что ты каждый месяц системно собираешь группу людей, и с этим проблем нет, и хочется как будто еще чего-то большего, удивительного, яркого, и в первую очередь не для себя, а для других людей, чтобы их жизнь еще сильнее трансформировалась. И тогда в три часа ночи в Дубае я лежала на кровати и думала, блин, что-то мне все не нравится, я хочу по-другому. И я подумала над тем, что, блин, вот я сейчас полечу на Бали, и было бы классно, если бы мои ученицы прилетели ко мне на Бали, и мы вместе проживали бы какой-то интересный опыт. Но тогда я еще не думала, типа, знаешь, а как там будет, а что, а зачем? И я начала задавать себе такие вопросы, а как бы было наилучшим образом для меня и для людей? Я поняла, что это должна быть вива, я поняла, что это должно быть небольшое количество людей, я поняла, что это должны быть подкасты, это должен быть контент, и я поняла, что если люди уже летят ко мне, то и как бы привилегий у них должно быть больше. В плане того, что я им давала заявки на разборы, я их поддерживала, смотрела, как они проводят разборы другим людям, давала обратную связь, проводила им разборы во время этого реалити. И в целом, если так посмотреть, то я исполнила свою мечту и помогла другим людям исполнить их мечты и все в итоге счастливы, прямо как Дом-2. Очень интересное сравнение на самом деле. А как тебе было с нами? Мне было классно, я помню действительно это зарождение идеи, когда ты поделилась со мной именно в Дубае, еще будучи находясь, и потом, когда одним прекрасным утром на Бали уже когда-то прилетела, я проснулся, и ты мне сказала, я не спала до пяти утра, я думала о своей идее. И я уже все придумала. Я говорю, ну окей, давай делать. Вот. И, ну, сегодня, на сегодняшний день я могу сказать, что от задумки данной идеи до ее реализации прошел ровно месяц. А это на самом деле очень большой показатель того, насколько действительно важно брать и заземлять те идеи, которые нам приходят в голову. Я тебе больше скажу. С того момента, как та идея пришла мне ночью, первый человек, который зашел на реалити, зашел спустя 24 часа. Спустя 24 часа, буквально, минимум. Вот интересно. Мне было с вами классно. Я тоже погрузился целиком и полностью в контекст. Мне было классно разбирать девчонок, мне было классно проводить здесь время, мне было классно наблюдать за тем, как у людей в голове меняются их программы на то, что действительно им важно, на любовь, грубо говоря. Вот. И это очень-очень-очень сильно интересно было наблюдать. Как ты видишь будущее реалити? Я вижу будущее реалити в большем количестве человек, в абсолютно разных странах. Это не только Дубай, Бали, а еще где-то, возможно, Париж, Америка, не знаю, Нидерланды, Снегах, в жаре, еще где-то, еще где-то. Вообще в абсолютно разных штуках. И я думаю, что это реалити будет очень сильно расти и развиваться. Вот. Вот. Какие твои были ощущения вот по финалу реалити? Ну, для меня реалити еще не закончилось. Сегодня только третий день. И по ощущениям, что у меня был всегда страх взаимодействия с людьми в личном формате, да, в оффлайне. Мне... Я три года в онлайне, и меня это вполне устраивало. И я проживаю для себя сейчас очень сильный опыт по отстаиванию своих границ, по проявлению себя в социуме. И для меня это очень интересно. Потому что, знаешь, сидеть и вести 15 человек за экраном, это одно. А когда человек плачет прямо перед тобой в полметри от тебя, это абсолютно другие эмоции, другие трансформации, переживания. Вот. И я понимаю, что я хочу тоже предложение реалити. Ну, по ощущениям сейчас, как будто еще минимум два сезона я бы точно сделала, а дальше не знаю. Как бог скажет. Да, на самом деле это топ. Я думаю, что нас хватит не то, что на два сезона, а еще сезонов на пять. Почему-то у меня такое впечатление, что мы войдем в кураж именно конкретно со съемками, с снятием контента, с тем, чтобы действительно людей погружать в контекст и разбирать их все эти негативные установки вживую. То, когда люди действительно проникаются и начинают испытывать все эти эмоции в моменте. Начинают помимо того, что испытывать их, так еще и проживать. Так еще и вот прям меняться на уровне личности и попадать уже именно в самую благоприятную, наверное, для себя сферу для развития. Ну да, безопасно. Безопасно, да. Где их любят, ценят, принимают такими, какие они есть. Что есть, то есть. Спасибо тебе за этот подкаст. И тебе спасибо. Ты у меня самая лучшая. Спасибо, дорогой.